Телеканал «Скользкое время», с вами я Константин Симонов, рядом со мной Дмитрий Бортников, он же Митя, он же Кэр Дробя. В феврале этого года прошел первый кэш-баттл, это рэп-турнир, совсем скоро состоится второе подобное мероприятие, и мы решили встретиться с главным организатором и немножко поговорить об изменениях, о предстоящем турнире. Дим, привет! Ну скажи, пожалуйста, вообще по первому баттлу, насколько все прошло успешно? Первый баттл? Ну, первый довольно успешно прошел. Много людей пришло посмотреть, и участников практически мы набрали всех. Из 16 нужных было 15 участников, было все хорошо. Хорошо, в целом ты доволен самой организацией и, может быть, теми участниками, которые себя заявили? Да, организация довольна, я же сам организовывал. Ну, мало ли, может быть, все пошло не совсем по плану. Нет, все, кстати, хорошо прошло. На первом баттле все было хорошо, и участники все молодцы, подготовленные пришли. Ну, все круто. Понятно, исходя из этого, было принято решение провести второй. Турнир что-то поменяется, Дим? Да, поменяется сам регламент. Если раньше это пары на вылет, то есть приходил там условный МС, да, он прочитал свой трек и в первом раунде вылетел, и все как бы. А в этот раз мы сделаем по-другому. Там все заявки, неважно сколько их будет, все ребята придут, прочитают по три трека, и потом судьи из всех выберут там четырех, к примеру, финалистов, которые еще по треку прочитают и разыграют призовые места, деньги и подарки от спонсоров. С чем связано это изменение формата? Ну, мы тем самым дадим как бы не просто один трек там, допустим, а всю свою программу показать ребятам, и не будем уже нам, не нужно будет определенно 16 человек, неважно, будет ли это 10 или это будет 18. То есть все прочитают, проведем отличный вечер. Насколько я понимаю, поменяется и место проведения баттла, это с чем связано? Просто... Ну, переезжаем из рок-кон-ролл, переезжаем в контору правильно? Да, просто кочуем, смотрим, почему нет, провели там, проведем здесь, посмотрим, как будет, ну, как бы не привязываться к месту. Хорошо, ну все, уже договоренность есть, полная с руководителями помещений и прочее, да? Все, да, в субботу, 24 августа, в 8 вечера будут здесь проходить. По билетам, билет 200 рублей, в день мероприятия 300 рублей вход. Лучше брать билет, потому что во время, ну, во время баттла мы по билетам, по номерам билетов будем разыгрывать некоторые призы от спонсоров, и мы разыграем от кальян, от конторы кальян бесплатный поставить. Хорошо, неплохой такой бонус для тех, кто... Убилет колены. Немножко от тех, кто уже заявился, Дима, в двух словах. Ну, а самих участников? Да. Ну, есть старые участники, которые были еще на первом, а есть, которых не было тоже, молодые ребята, очень сильные, вы приходите, все сами увидите. Хорошо, тот, кто победил, ну и финалисты в целом... Тот, кто первый выиграл, да? Да, 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 они будут участвовать, те ребята. Он еще не заявился, не знаю, но видео можно вплоть до обеда, субботу сдавать. Ну, ты с ними связывался как-то? Я писал всем, да, кто участвовал на первом, всем написал, всем там, кто-то ответил, что не может в другом городе, кто-то еще, что-то по каким-то причинам. Ну, в основном, как бы, все ждем видео. Немножко об уровне, Дим, в двух словах. На первом баттле в целом, как тебе треки, как тебе участники? Ну, было много тех ребят, которых я вообще не слышал, ну, то есть, интересно было. И он более, как бы сказать, в таком старом стиле, да, был, ну, больше. Сейчас я смотрю заявки, там, ребята вообще молодые, ну, круто делают, то есть, все современно, внизу, все качают, как бы, растет уровень. Хорошо, немножко о суде, кто будет в этот раз оценивать участников? О судьях, о судьях, ну, это будет точно Евгений Золотарев и, наверное, Марвин Майлс, третий судья. Ну, нужно обязательно три. Ну, конечно, чтобы не разделились, три судья. Да, Дим, ты вроде бы говорил, что будут специальные гости, об этом тоже в двух словах. Ну, вот же, опять же, Марвин Майлс, он будет судьях, и он же выступит со своей программой, плюс приедет Большакова Диана Боди, она выступит с маленькой сольной программой для гостей, ну, я постараюсь порадовать тоже своим прочим. Хорошо, кто-то будет еще и старичком, с кем-то связывался? Нет, я хотел бонусы вытащить, но почему-то оказался, говорит, нет, дело много, но в этот раз я хотел бы, чтобы он был, ну, возможно, все возможно. В целом, если подводить черту, то что ожидать тем, кто придет и, собственно, ну, будет, как ты считаешь, шоу? Ну, я думаю, зрителям, да, будет интересно, во-первых, тут разные стили, жанры, много ребят, которые тот в одном жанре, тот в другом жанре, и каждый будет, вот, будет у него три трека, и каждый сделает шоу на эти три трека, по-любому, он будет готовить, чтобы потом пойти в финал. Вообще, ребятам нужно по четыре трека готовить, но три они точно выступят, и кто пройдет в финал, нет, по четверку выступит. Я думаю, будет интересно, искать разные, один выходит, этот, один, этот, должны быть интересны. Плюс, мы разыграем же, я уже говорил, подарки от спонсоров, там, для девушек, рок-косметики, там, специально будет розыгрыш, специально для женской аудитории, там, рок-косметики будут представлены. А, кстати, будет же и от Оскол Телекома, я как понимаю, какие-то подарки. От Оскол Телекома мы разыграем сертификаты. Сертификаты на бесплатный интернет, да? Да, там интернет, ну, кто что выберет, у кого. Хорошо, тогда проанонсируй еще раз, Дим, когда, где, что. 24 августа, контора, лаунж, рэп-баттл, битва за бабло, рэп-турнир, кэш-баттл 2, приходите все. Ну, а главный приз? 5 тысяч рублей, плюс подарки от спонсоров. Неплохой бонус, ребята, ждем вас здесь, 24 числа.